Лютая дичь, то есть я не понимаю, что с ним произошло. Вроде бы всё грузит, а нет, не грузит. А нет, грузит. А нет, не грузит. Настолько далеко улетел, что я аж в бурю залетел. Ола Амигос, на связи Матвей. Сегодня я хотел бы вам показать необычное по формату видео для моего канала, что-то по типу влога, но при этом непосредственно связанного с игрой. Пока я ехал в горы кататься на лыжах, у меня возникла в голове необычная идея, а что будет, если играть в Fortnite на обычном андроиде в горах? Я решил попробовать, что будет, если поиграть в Fortnite сначала на высоте 1000 метров, потом на 1500, а потом и на 2000. Ну и потом выяснить, на какой высоте примерно начинаются сбои в нашей игре. Данный ролик это что-то по типу симбиоза видео, где я играю в Fortnite Mobile на морозе 1 час в минус 20, и где я играю в Fortnite Mobile во время полёта на самолёте. Тоже интересно, в общем, ссылочки вы найдёте здесь, кому интересно, обязательно посмотрите. Ладно, вернёмся к сегодняшнему видео. Может, на первый взгляд вам покажется, что в этой теме ничего необычного нет, но поверьте, ребят, во-первых, это влог, влоги не бывают скучными, во-вторых, на высоте 2000 метров у меня начался какой-то лютый кошмар в Fortnite вот на этом телефоне, то есть мы его реально поломали буквально. Не хочу вам спойлерить, но вот, чтобы вы знали, он не просто выключился, или там просто из катки выкинуло, там начался какой-то вообще лютая дичь, то есть я не понимаю, что с ним произошло, наверное, баг какой-то секретный активировался, не знаю. Но обо всём этом по порядку в сегодняшнем ролике. Ладно, предлагаю сейчас же начать видео, так что, ребят, заранее вам пожелаю приятного просмотра, обязательно поставьте лайк авансом, поверьте, оно того стоит. Но перед тем, как мы начнём, хочу рассказать вам про моего старого друга, который тоже решил заняться ютубом. Пока что контент у него свободный, но при этом угарный. Он снимает смешные обзоры на трэш-передачи и рассказывает про истории игр, таких как CS GO. Именно то, что надо смотреть в компании своих друзей, если вам нечем заняться. Несмотря на то, что он ведёт свой канал всего лишь два месяца и набрал не так уж много подписчиков, он очень много времени тратит на монтаж. Ну и на удивление, видео реально интересно смотреть. Обязательно поддержите начинающего автора, по первой ссылке в описании, найдёте ссылку на его канал, обязательно подпишитесь. Помню, сам начинал вести свой канал, и мне тоже было очень трудно набирать первых подписчиков, так что отнеситесь с пониманием. Ну короче, вот я уже успел катнуться пару раз, сейчас пол первого, катаюсь на Розахуторе, а конкретно вот сейчас я нахожусь примерно на высоте 1000 метров. Вот, можете посмотреть, сейчас практически 1000 метров над уровнем моря. Чуть позже планирую забраться немного выше, но предлагаю сделать так. Поиграть в Fortnite, попробовать на разных высотах над уровнем моря, чтобы посмотреть и сравнить, будет ли какая-то разница. Так что сейчас попробуем поиграть в Fortnite на моём андроиде на высоте 1000 метров, почему бы и нет. Потом, соответственно, поиграем ещё выше. Кстати, оцените, как тут красиво. Конечно, это тебе не альпы, но на данный момент это максимум, что мы можем себе позволить в связи с ковидом. Вот я тут уселся в местной кафешке. Опять же, высота 1000 метров над уровнем моря. Уже раздал интернет на свой андроид, как вы можете заметить. Fortnite запускается. Вроде у меня здесь LTE ловят, так что я не думаю, что на высоте 1000 метров у нас возникнут какие-то проблемы с игрой. Так что посмотрим. Я предлагаю начать с творки, потому что сегодня я ещё не играл в игру. Соответственно, разомнёмся, а уже повыше будем играть в паблик. К сожалению, тот момент, как я играл в Fortnite на высоте 500 метров, у меня не заснялся, потому что экран у меня был сырой, и кнопка записи у меня не нажалась. Но я вас уверяю, ничего необычного там не было. Fortnite шёл великолепно, с ноль пингом, прям как в Москве. Давайте не будем заострять на этом какое-то внимание и пойдём дальше, потому что дальше начинается реальная жесть. Тем временем я уже поднялся на высоту... Окей. Короче, тем временем я уже поднялся на высоту примерно 1600 метров. Вот на этом подъёмнике, это просто ужас, поверьте мне. И несмотря на то, что на высоте 1000 метров Fortnite шёл прям практически отлично, как дома, как в Москве, мне интересно, что будет именно на высоте 1500 метров, даже чуть-чуть выше. Предлагаю не медлить, так что я сразу пойду, найду себе место в местной кафешке и запущу форт. Кстати, просто оцените, какая здесь пурга. Просто ездить практически невозможно. Не хочу тут задерживаться, потому что снег очень жёстко падает. Вот я буквально сел здесь уже на Мело. Fortnite уже запустил, интернет подключён. Ловят LTE, но всё же не так стабильно, как это было на высоте 1000 метров. А вот уже первые проблемы появились. Я нажал «Готово» играть в одиночку, то есть в паблик обычный, и у меня что-то не запускается. Слушайте, я думаю, сейчас лучше всё будет пойти в здание, потому что снег метёт, падает на телефона, так как вы видите, в каком у меня состоянии, вдруг там что-то протечёт, и он вообще сдохнет. Так что я, наверное, сейчас пойду в здание. Не успел я зайти в помещение, открываю Fortnite, а у меня сразу же вылетает ошибка. И я открываю интернет, а у меня он падал восклицательным знаком. Ой, блин, короче, камера запотела, думаю, всё равно. В общем, мне кажется, на высоте 1500 с лишним метров над уровнем моря Fortnite поиграть не удастся. Короче, в этой кафешке, оказывается, есть ещё местный интернет, я постарался его подключить, но он вообще практически не ловит, даже соцсети у меня не запускает. Уже, по-моему, раз пятый я перезагружаю Fortnite, переподключаю интернет, всё равно выдаёт ошибку. Опять же, повторяю, высота всего лишь 1500 с лишним метров над уровнем моря. Короче, я не знаю конкретно, я бы хотел найти максимальную высоту над уровнем моря, где будет хорошеловить, и где можно потенциально поиграть спокойно в Fortnite. Так что сейчас я попробую съездить на высоту 1300 метров, вот, и попробую там запустить Fortnite. Хотя у меня есть такое подозрение, что интернет может глючить как раз-таки из-за вот такой вот снежной погоды, которая сейчас происходит. В Fortnite запускается, так что я сворачиваю свой телефон, иду к лыжам, и спускаюсь на высоту 1300 метров. Кстати, кому интересно, вот сейчас можно считать полдень, и температура в горах тут достаточно тепло, намного теплее, чем в Москве, всего лишь, всего лишь минус 1 градус по Цельсию. Ну, нормально. Уверен, если было бы солнечно, было бы еще теплее, может быть даже ноль был, хотя тогда бы кататься не получилось. Короче, ребят, у меня хорошая новость, оказывается высота в полторы тысячи метров не была максимальная, и открыли еще один подъемник. То есть я поднялся с высоты полторы тысячи метров до высоты 1800. Ну, давайте округлим, будем считать, что я на высоте 2000 метров. Конечно, прекрасно помню, что даже на высоте полторы тысячи метров у меня не получилось поиграть в Fortnite, было плохое соединение. Но чисто ради любопытства я решил подняться сюда и проверить, вдруг тут что-то по-другому. Да и плюс тут находится трасса, на которой я еще не катался, соответственно, я бы сюда по-любому поднялся. Ну, а раз я поднялся, почему бы не записать для вас материал? Решил немного пригнуться, потому что снег валит, как из ведра, а у меня еще разбитый телефон. Блин, как бы его не поломать, слушайте. Короче, если больше контента по Fortnite и BlackRush'е не будет, значит, я угробил свой телефон. Однако, как вы можете заметить, у меня хорошие новости. На моем телефоне стабильно ловят LTE. Я его спокойно подключил к этому телефону. То есть вот Fortnite запускается, так что, возможно, мы сможем здесь даже поиграть в паблик. Решил отойти вот за эту будку, потому что здесь хоть немного, но меньше снега падает, потому что стало просто невозможно играть. Из-за того, что снег падает, экран становится сырым и сенсор не распознается. Так, ну я нажал, готово. Будем ожидать, пока она закинет в катку. Но, однако, я посмотрел трейлер BP, у меня он спокойно прогрузился и пока проблем никаких нет. Да и вот, ожидания серверов. Видимо, все-таки сможем поиграть в паблик на высоте в горах. 2000 метров. Это круто. Игра запустилась. Игра-то запустилась, но, короче, ребята, игра-то запустилась, но пинг у меня все равно очень жесткий. Вот, я, как вы видите, зажал автобег, но у меня персонаж не бежит. То есть, вроде бы в катку заходит, вроде бы все грузит, а, нет, не грузит. А, нет, грузит. А, нет, не грузит. А, нет, это та же катка. Вроде все загрузилось. Сейчас по фану прыгну куда-нибудь в колки башни, чтобы по-быстрому слиться, просто посмотреть вот на само соединение интернета. Несколько раз уже нажал на кнопку прыжка. Тоже вот сейчас еще раз нажму. Ничего не прыгается. Я по-прежнему лечу в боевом автобусе. Не, мне кажется, конечно, здесь интернета хватает, чтобы полистать ленту в соцсетях, но, кажется, для Фортнайта, не, что-то не то. Офигеть, смотрите, прикол. Короче, забагался Фортнайт. Пока все уже высадились, уже лутаются, уже стреляются на острове, я продолжаю лететь непонятно куда. На карте я не показываюсь. Нажимаю на крестик. Я по-прежнему лечу. Что за хрень? Короче, похоже, интернет, и сам Фортнайт на высоте 2000 метров над уровнем моря живет своей жизнью. Лол, смотрите, я настолько далеко улетел, что я аж в бурю залетел. Лол, и что делать? Я уже заспамил эту кнопку прыжка, все равно ничего не работает. Очень сложно писать, потому что снег все падает, падает, все больше воды на экране телефона, соответственно, камера теряет качество. Ну, давайте сделаем вывод, что если запустить Фортнайт на высоте 2000 метров над уровнем моря, то он у вас попросту сломается. Вот, я тут летел, улетел далеко в бурю, пролетел весь остров, даже больше, и в итоге у меня просто выкинуло скатки. Загрузочный экран, сейчас, наверное, в лобе окажусь. Ну, все, можно считать, что я официально поломал Фортнайт, потому что такого бага, типа, когда я улетаю от острова далеко на боевом автобусе, у меня не было очень давно. Думаю, теперь у вас вопросов, поэтому никаких не осталось. А тем временем я постараюсь отсюда побыстрее свалить, потому что вот я буквально на минуту поставил свои палки засыпанные, лыжи засыпанные. Да просто взгляните на мои руки, да и на весь костюм. Короче, я постепенно превращаюсь в снеговика. Ладно, все, я погнал, не могу тут больше стоять мертвым. Ну вот, короче, я накатался, поднимаюсь на игру, и на Роза Хутор в центр, и в отель. Катались, короче, с Артемом. Круто, я обязательно видео... На следующий фейрайт просто. Фейрайт, я обязательно еще в конце видео вставлю моменты. Если кому интересно, обязательно посмотрите, как Артем падал. Очень угарный, жестко прям. Так что, в принципе, я думаю, вы поняли, каково это играть в Fortnite в горах на высоте 2000 метров. Я думаю, вряд ли кто-то вообще играет в Fortnite. Вообще просто кто играет в Fortnite. Кто играет в Fortnite на высоте 2000 метров? Отзовитесь в комментариях. Ради таких стараний, я уверен, вы обязательно должны поставить лайк, вот прям сейчас. И подписаться. Да, если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь. У меня много тут чего интересного, особенно по Fortnite Mobile. Так что... Так что все. Короче, поехал. Всем удачи, всем пока. Hasta luego. Все, пропал. Сдох. И грохнулся. Едет. Я заснял. О, шик.